сегодня буду вам рассказывать про бренд который относительно новый который появился на рынке там 2020 года бренд excel кто знаком с этим брендом поднимите пожалуйста руку раз одна рука это моя коллега о два рука коллега три коллега кто кроме коллег знаком с брендом excel супер спасибо вам хотя бы одному но на самом деле прекрасно что вы не знаете об этом бренде поэтому я не зря сюда пришел будем рассказывать сам бренд появился кликер сам бренд появился в 2020 году сама торговая марка была зарегистрирована именно тогда торговая марка российская то есть в принципе бренд можно считать российским но все производственные мощности сосредоточены в китае начиналось все со светодиодки и так скажем пограничным годом был стык 2021 2022 года когда постепенно началась наполняться торговая матрица бренда и появились новые категории оборудования то есть если мы начинали со светодиодки то сейчас мы готовы вам рассказать и показать о том что у нас появилось интерактивное оборудование у нас появились видео проекторы аудиопроцессоры и аудио оборудование и также крепления причем не просто крепления премиальные крепления для оборудования и есть замечательный значок new что он говорит он говорит о том что бренд не стоит на месте бренд постоянно развивается постоянно добавляются новые категории продукта уже сейчас в категории продукта добавляется робототехника это одна из самых сильных сторон компании digis и чем мы всегда славились работы с образованием поэтому робототехника если кому-то нужно появляется появляется свет расширяется каждая категория из этих четырех то есть добавляется новое оборудование и модельный ряд совершенствуется улучшается и представляет ровно то что сейчас о чем я буду рассказывать что же такое бренд xl то есть бренд как я уже говорил сама торговая марка российская производство в китае сотрудничество с ключевыми фабриками китая по производству того или иного оборудования есть прямой вход в аренде отдел этих фабрик что позволяет нам собирая как дистрибьютору собирая обратную связь с рынка модернизировать оборудование и поставлять ровно то оборудование которое сейчас нужно рынку мы прекрасно понимаем потребности эти потребности доносите в том числе и вы до нас и собирая эту подписи все эти потребности воедино мы формируем запросы отправляем на фабрику и говорим что господа нам нужно то 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 они нам это улучшает что улучшает чуть-чуть попозже я расскажу начнем с видеопроекторов все что вы видите сейчас в красной рамочке это те модели с которых бренд xl начинался это начало года 7 ламповых моделей lcd и dlp вы можете увидеть в них каких-то братьев-близнецов это классическое м производство не буду скрывать не буду говорить что это какой-то наши собственная разработка это oem для чего он собственно нужен для чего нужно oem оборудование и почему именно вы ом это оем оборудование оборудование в категории проектора нужно в первую очередь для образования мы проанализировали фабрик производства видеопроекторов не так много в мире и в китае все в частности Проанализировав рынок и посмотрев на то, что сейчас нужно рынку, потестировав образцы, мы пришли к тому выводу, чтобы остановиться именно на этих моделях, которые, да, они похожи на что-то Но то, что мы выбрали эти модели и другие наши конкуренты, скажем так, выбрали эти модели, означает только одно Это качественные модели, которые отвечают всем своим заявленным характеристикам и которые прослужат вам не один год, потому что это оборудование на российском рынке представлено плюс-минус 5-10 лет, у кого-то год и так далее и тому подобное То есть, да, все начиналось с низкого разрешения ламповых проекторов, XGA, WXGA максимум, разрешение, яркость максимум до 5000 люмен Но уже сейчас вы можете увидеть на слайде 23 модели видеопроекторов, в том числе видеопроекторы яркостью до 15000 люмен Это одночиповые DLP-шники с сменной оптикой, с моторизованной либо не моторизованной оптикой Есть очень классные модели, которые заточены исключительно под рынок B2B Это модели в портативном корпусе с яркостью 5600 и 6200 люмен Причем в двух разрешениях, классическое Full HD и 4K Причем 4K идет на андроиде, то есть не нативное 4K Сразу предупреждаю, что если мы поставили бы нативный чип, это бы стоило нескольких миллионов рублей Нет, проекторы стоят в районе 6000 долларов с разрешением 4K Классическая технология E-Shift, когда берется классическая матрица 0,47 дюймов от тех S-инструментs И с помощью диагонального сдвига разрешение увеличивается до 4K Кому интересно более подробно, приходите, я расскажу Сейчас у нас, наверное, не хватит времени на это И 4K-шные модели, чем они примечательны? Помимо того, что у них у всех, у всего портативного инстала моторизованная оптика То есть никаких проблем с настройкой Вы все можете делать с пульта Shift, Zoom, Focus, делайте с пульта У конкурентов в аналогичном сегменте Как ни крути, придется крутить Как бы это ни звучало банально То есть есть фокусировочное кольцо, трансфокатор Есть рычажки, которые управляют один за Zoom, другой за Shift И не всегда это удобно Особенно, когда мы говорим о высоких помещениях, где проектор висит на высоте 5 метров И каждый раз к нему лазить, если не дай бог что-то произойдет, он расфокусируется Он сместится из-за вибраций здания, которые естественные, которые могут быть Вам придется лезть, заниматься таки лажными работами Тут же вы все с пультика замечательным образом отрегулировали Интерактивное оборудование, с чего мы начинали Это были две классические интерактивные доски инфракрасные Диагональю 77 дюймов и диагональю 91 дюймов Одна соотношением 3 к 4, другая соотношением 16 на 10 Сейчас мы выпускаем замечательный, превосходный интерактивный дисплей С диагональю от 65 до 86 дюймов С классическим набором функций, поддержкой 40 касаний Разъемы фпс и так далее и тому подобное Но это все не так важно, это есть у всех Белый дизайн Это очень крутое, стильное решение Интерактивных дисплеев на российском рынке в белом корпусе Вы практически не найдете А если вы найдете, то он все равно будет не белый А окантовка у него нижняя и верхняя будет белая А боковые рамки все равно черные Тут же очень стильное, прекрасное решение для бизнеса и образования Интерактивное оборудование мы закончили Аудио оборудование сейчас представлено цифровыми матрицами аудио От 4 на 4 до 16 на 16 Причем к вопросу, о котором я говорил ранее То, что мы собираем информацию с рынка И стараемся модернизировать наше оборудование Это как раз то, что нам удалось достигнуть Мы поняли, получив информацию от вас Спасибо вам за это Мы поняли, что там есть общее требование рынка Наличие кнопки включения на передней панели Раньше она у нас была на задней Наличие дисплея, который может выводить айпишник Наличие там дополнительных USB портов и так далее и тому подобное Вы просили нас об этом, мы это сделали То есть, пожалуйста, оборудование доступно к отгрузке Все ваши пожелания были учтены, я надеюсь Если какие-то пожелания у вас возникают Мы всегда готовы идти на встречи И всегда готовы обсуждать и модернизировать наше оборудование с помощью вас Потому что, так скажем, вы являетесь связующим звеном между заказчиком и нами То есть, вы доносите заказчику нашу идею и вам с этим оборудованием работать Если вам будет удобно с этим оборудованием работать, то нам будет хорошо от этого Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, мы всегда рады И заканчивая тему обзора продуктовых категорий Премиальные крепления для AV-оборудования То есть, это крепления классические настенные с выносом Причем появились новые крепления, выносные крепления для телевизоров и премиальных дисплеев С максимальной нагрузкой 130 кг Мы его тестировали, мы на нем висели, оно выдерживает 130 кг Также появились новые решения крепежа, так называемого баланс-бокс Которые изменяемые высоты То есть, вы вешаете интерактивный дисплей И если у вас там происходит мероприятие, где человек не очень высокого роста То есть, дисплейчик можно замечательным образом опустить И также появились настольные крепежи, о которых тоже нас просил рынок Настольные крепежи для мониторов Пожалуйста, есть конфигурация для одного монитора, для двух Замечательное решение для офисных пространств и тех, кто много времени проводит за компьютером И, конечно же, премиальные крепления для проекторов Кто-то успел оценить сегодня крепеж P5000, который у нас представлен в демо-зоне компании Digis? Опять же, мои коллеги Вот, супер, кто-то успел Как вам? Вот, отлично, супер, спасибо огромное Это именно то, что нужно Я, на самом деле, сейчас перелизну слайд Не бойтесь, там будет ужасная картинка Это реальное изображение, снятое на прошлой неделе моей коллегой Это не сельская школа, сразу скажу Не надо обижать сельские школы Они не опускаются до такого Это школа на западе Москвы Хорошая школа Проектор Висит, я не знаю даже на чем Алюминиевый профиль Спинка от стула Книжка, которая используется для регулировки уровня наклона Бедный библиотекарь, мне кажется, до сих пор ищет эту книжку, которую до сих пор кто-то не издал в библиотеку Поэтому, господа, когда вы покупаете профессиональное оборудование, а мы здесь именно профессиональное оборудование мы занимаемся и продаем вместе с вами его Будьте готовы закладывать хорошую аксессуарику Это не только про крепление, это не только про экраны, это в том числе и про коммутацию Когда вы какие-то берете приемники-передатчики по витой паре, не экономьте на самой витой паре Вы все всегда берете пятую категорию неэкранированную Если вы хотите, чтобы у вас был качественный сигнал Если вы хотите, чтобы вам не было стыдно перед заказчиком Будьте добры потратить хотя бы какой-то процент от стоимости оборудования Если мы говорим про крепление для проектора Да, премиальное крепление у нас есть Оно стоит тысячу долларов в розницу Но когда вы покупаете видеопроектор яркостью 15 тысяч ансилюмин и вешаете его на не пойми что Ну не знаю, проектор стоит там 30-50 тысяч долларов Тысяча долларов это менее 1% стоимости проектора И также коммутация К коммутации нужно относиться очень хорошо Не стесняйтесь тратиться на хорошие качественные провода Чтобы не было потом у вас истории о том, что что-то у меня Full HD не Full HD и 4K не 4K Когда вы хотите получить хорошее изображение и гарантированно его получить То нужно использовать качественное оборудование и качественную коммутацию Не экономить на чем Не на всем Я вас заклинаю это делать и очень прошу не делать вот так вот как было Кстати, может быть интегратор, который это вешал здесь Нету, нету, ну ладно И завершая потихонечку мою презентацию Да, все проговорили, 4 категории Чем еще хорош бренд Excel и компания Digi в целом Это огромнейшая сервисная поддержка Мы очень много ресурсов вкладываем на наш сервис Мы очень много ресурсов вкладываем на образование наших партнеров У нас есть учебный класс У нас есть прекрасный шоурум Сегодня много говорили про шоурумы, про их размеры, как правило Но скажу вам одно Я не успел Я не знал, о чем будут говорить мои коллеги-конкуренты Но сегодня все говорили про огромные шоурумы Там 500 квадратов, два шоурума по 350 квадратов и так далее и тому подобное Честно скажу, размер не всегда имеет значения Речь тут про то, как вы умеете пользоваться этим шоурумом Про как пользоваться шоурумом Вы замечательным образом можете посмотреть прекрасное видео на портале АВ-клуб Которая побывала в гостях в нашем технологичном шоуруме И посмотрела, как действительно должен работать шоурум даже в небольших площадях И не надо хвастаться какими-то колоссальными 500 квадратными размерами С вами был Жарков Александр